Ида Федоровна Орлова, жительница микрорайона Южный, говорит, что выбор, на какую остановку идти, зависит от того, куда едешь. Если в Северский, то и Жанни идут по тропинкам к церкви. Если надо добраться до больницы, то приходится идти к городскому рынку. А ноги больные? Нигде скамейки нет, отдохнуть нигде. Мы вот ездим, пожилые люди, в больницу нам надо. Мы бы вот садились здесь и с детьми в садик. Вот здесь бы садились в садик и там у нас. Вот хорошо бы здесь сделать остановку. Возможно ли поставить автобусную остановку возле 16-й школы? Это один из вопросов, который глава города и его заместители решали на месте. Сами смотрели, сами, что называется, примеряли, как это будет выглядеть и даже мерили шагами расстояние. Вот здесь сделать карман, тротуар, сделать изгиб, тротуар, как посадочную площадку. Ну или тогда смещать заборник ногтем. У чиновников с собой карта, так что принятые сегодня решения не только записываются, но и зарисовываются. Организация автобусной остановки – это не единственная проблема, которую рассмотрели глава и заместители на выездном совещании. Делегация останавливалась и возле магазина «Фермер», и на площади Божова. Ну и здесь на площади Божова вдоль газонов будет выставлен бордюр. Здесь тоже самое будет до стоянки, тоже оформлен бордюр. И оформлен тротуар с тем, чтобы вот здесь у нас образовался газончик, что ли. И с этой стороны выгородим стоянку для автомобиля. Сроки, когда эти планы начнут воплощаться в жизнь, тоже обозначены. 19 мая чиновники планируют провести комиссию по безопасности дорожного движения. К этой дате должны быть подготовлены все документы с нормами и расстояниями. Далее неделя на устроение замечаний, и с июня благоустройство начнется. Работы много. Даже после совещания, окинув более внимательным взглядом улицы города, глава вспоминает об объектах, нуждающихся в благоустройстве. Кстати говоря, еще один момент забыли. У остановки Василек, слышите? Вот остановка Василек, остановка у Василька, там щебнем закатана, там надо обязательно сасфальтировать будет. Там небольшое участок. Муниципалитет по закону денег выделить не может, ведь покраска это уже капитальный ремонт домов. И решение об этом должны принимать собственники помещений. Виталий Тружков, Алексей Ионов, новости нашего города.